На кадрах, снятых на видеорегистратор, заполненный доверху строительным мусором грузовик, следует по главной трассе с южного берега Крыма. Доезжая до Севастополя, самосвал уверенно едет уже по явно привычному маршруту. Вереницы грузовиков, идущих с масштабных строек ЮБК, не иссякают, несмотря на то, что город активно борется с незаконными свалками. Прежде всего, мне хотелось бы отметить, что начиная с декабря месяца прошлого года, правительство Севастополя ведет системную работу по преотвращению свалок строительных отходов на территории города Севастополя. Регулярно, раз в месяц, замгубернатора Жигулин Николай Александрович проводит совещания, в которых принимает участие департамент городского хозяйства, департамент капитального строительства, Севпредназор, общественная палата, ваш покорный слуга. И это очень хорошая такая управленческая работа. Каждое совещание завершается протоколом, выписываются пункты, ответственные сроки. Однако в городе есть крупная проблема, повлиять на которую у гражданских властей нет юридических сил и полномочий, поясняет депутат. Это тема отгрузки мусора, строительных отходов на территории воинских частей. На последнем заседании, которое было буквально 5 марта, присутствовал представитель Министерства обороны, мы эти вопросы обсудили, договорились о взаимодействии, но что выяснилось буквально два дня спустя. 8 марта, казалось бы, праздничный день, нерабочий день, по дороге с южного берега Крыма я увидел верницу автомобилей, которые шли нам навстречу, груженных автомобилей, которые шли в сторону Севастополя и пустых автомобилей, самосвалов, которые шли в сторону южного берега Крыма. Сопроводив один из самосвалов, Вячеслав Горелов лично убедился, что место, куда вывозят грунт и другой строительный мусор, территория воинской части, которая расположена недалеко от балки Бермана. Влетел, буквально не останавливаясь, в распахнутые ворота войсковой части военного городка. Причем хочу заметить, что справа на территории, справа на заборе этого военного городка, на ограждении, висит табличка, территория Министерства обороны, проход, проезд запрещен, закрыт. И, тем не менее, без всякого досмотра, без проверки документов, без проверки содержимого того, что находится в кузове, машина заезжает на территорию военного городка, еду след за ней. Как только машина депутата пересекла запретную для гражданских лиц территорию, в тот же миг среагировала местная охрана. Там выбегает, по сути дела, пожилая женщина при оружии, она потом представилась, говорит, Татьяна Алексеевна, и замахала руками, я остановился, представился, спрашивая, что здесь происходит. Она говорит, вот меня начальство поставило, учитывая те машины, которые проезжают на территорию военного городка. Я говорю, Татьяна Алексеевна, а вы вообще понимаете, что здесь происходит на самом деле? Она говорит, да, я знаю, что очень много жалоб по этому поводу, что это вредно, все. Но меня поставило начальство, вот все вопросы к нему. Вячеслав Горелов рассказал, что груженные самосвалы въезжали на территорию военного городка с интервалом в 10 минут. Номера грузовиков были замазаны, однако депутату удалось их определить. У-511ТК, С-511ТС, С-566ТЕ, регион 123. За забором находится большое количество отвалов, строительного мусора, непонятного происхождения, непонятного качества, откуда они там. И, конечно, вопрос возникает о рациональном использовании тех земель, которые переданы Министерству обороны. Севастополь буквально превращают в полигон строительных отходов, причем есть и другая, связанная с этим проблема. Жители, расположенных рядом садовых товарищей, обратились к Вячеславу Горелову с жалобой на то, что тяжелые самосвалы разбили единственную дорогу в этом районе. А это путь, который связывает людей с городом. Необходимо разбираться с тем, каковы отношения Министерства обороны с теми, кто вывозит строительный мусор со стороны южного берега Крыма. Если мы этот процесс не остановим, то я думаю, что Севастополь скоро превратится просто в отстойное место, место, куда сбрасываются все строительные отходы со всего южного берега. И мне кажется, правильным единственный выход – это возобновление работы стационарного поста ГАИ в селе Гончарном. Такой стационарный пост был и в советские годы, и в ранние украинские годы. Это прямая дорога, которая связывает Севастополь и южный берег Крыма. Вячеслав Горелов подчеркнул, что именно в Гончарном необходимо круглосуточно дежурить и не допускать ввоз мусора в наш город. Видеозапись парламентарий передаст в военную прокуратуру Севастополя. Редакция независимого отделения Севастополя направила запрос в Росприроднадзор, чтобы специалисты прокомментировали ситуацию с незаконным ввозом мусора на территорию воинских частей.